Друзья мои, всем привет! Я сейчас иду на ближайшую станцию поезда из Ливорна в Пизу. И давайте я, наверное, все-таки расскажу вам, что вообще произошло и как я оказалась в Ливорне. Все дело в том, что у меня вылет завтра из Пизы, то есть я должна была быть в Пизе. Но почему-то, когда я бронировала себе жилье в Пизе, я написала в Airbnb, получается я просто написала, ну как бы даты выбрала и написала, что мне регион Пизы. Но почему-то моя квартира оказалась в Ливорне, а это совсем другой, другая провинция. Ну точно не совсем другая, но типа две станции поезда от Пизы. Вот, я думала, что это все одно место, но как выяснилось, это вообще разные два такие как бы провинции, разные две провинции. И сейчас я нахожусь не в Пизе, а вот в этом собственно Ливорна. Но мне тоже очень нравится, здесь очень уютно, миленько. Вчера ночью я испугалась, потому что мне как-то все казалось очень странным, очень таким, как будто, как знаете, заброшенным, то есть как будто здесь никто даже не живет особо. Но сейчас уже поутру я вижу, что город классный городок, точнее это не город, это провинция считается. Вот, уютненько здесь, миленько. Я вам сейчас покажу эти улочки. Я иду все-таки на станцию сейчас поезда, чтобы проехать пару остановок и добраться все-таки до Пизы, потому что это была изначально моя цель попасть в Пизу, именно и провести там день. Я вот сейчас иду на станцию поезда своего Ливорна, чтобы проехать пару станций и доехать до Пизы. И это тоже прикольное место, здесь прям можно максимально окунуться в итальянскую культуру, такую, знаете, именно жизни людей местных. Здесь максимально, ну, очень мало туристов, потому что, как выяснилось, здесь как бы место, куда туристы, если даже и приезжают, то берут машины и едут к морю, отдыхают у побережья Тосканы, вот. А здесь, получается, в самом, как у Ливорна, особо делать нечего, тем более без машины, потому что здесь особо даже общественного какого-либо транспорта нет, в принципе. Вот. Ну, а я наслаждаюсь, погода, конечно, прекрасная. Я сегодня в платье из Манго, чуть позже вам покажу. И у меня, кстати, есть немножечко такое насторожение, потому что, кстати, в Италии, так же, как и в Испании, есть вот этот вот грабеж, знаете, могут покрасить, что-то украсть на станциях, в метро, там, или еще что-то. Поэтому я периодически посмотрю по сторонам, когда держу свою камеру, когда держу свой телефон. Возможно, люди, которые здесь живут, они спокойнее относятся, потому что знают, там, какой район небезопасный, какой район спокойный, да, в какой момент. Но когда я здесь как турист нахожусь, я не понимаю, да, как бы, я не умею рассудить, как бы, понять реальную ситуацию. В Турции, например, даже если меня на кого-нибудь Диарбакир закинешь, я плюс-минус буду понимать, где там безопасно, где небезопасно, кого нужно бояться, даже по лицу людей я буду понимать, ну, как бы, он мне что-то может, какой-то вред причинить или нет. Здесь люди чужие для меня, культура совсем чужая, я не понимаю язык, я нахожусь максимально в таком нетуристичном месте, поэтому стараюсь быть осторожной, надеюсь, что ничего сегодня я не просею. У меня с собой и кошелёк, и паспорт, и камера, и телефон, и очки недешёвые, поэтому хочется вот так в целости и сохранности приехать обратно сегодня домой вечером. Друзья, у меня тут итальянская диета. Белиссимо, белиссимо, беутиво, беутиво. Спасибо. Такая вот у меня здесь тусовочка. Так, ну что ж, итальянская диета. О, что это? Камера? Да, это, да. Это. У тебя есть YouTube тоже? Нет, нет. Трабель, трабель мотор. А, мотор, беутиво. Это беутиво. Ты поставил на телефоне? Да. Да. Вот так вот, друзья. Раз, и прикрепляешь. Это телефон. Беутиво. Беутиво. Боже, это, по-моему, самый вкусный просад в моей жизни. Здесь начинка, яблочко и корица. Все переморяло на вот такую вот пасту. То есть там нет яблок прям. Такая как паста. Какое-то невероятное тесто. Я просто в шоке. Кофе тоже невероятный. Я в восторге. Это заведение. Это заведение с 1965 года здесь стоит. Мои друзья. Все, друзья, поедем. Класс. Я уже дошла до станции поезда Ливорна. И сейчас отсюда я возьму поезд и поеду, собственно, в Пизу. Вот так вот выглядит станция поезда. В Италии жарко. Если мы сравниваем климат Турции, Стамбула и Италии, конечно, здесь жарче. То есть это как самые такие теплые регионы Турции. Погода невероятная. Люди очень приветливые, очень классные. Здесь есть такие немножко фрики. То есть есть люди, которые настораживают меня. Здесь, кстати, очень много я видела выходцев из Африки. Также из Индии. Они настораживают, потому что видно, что они такие. Итальянская мечта не сбылась. И у них что-то не получилось. Также есть люди, у которых все хорошо, они там выглядят подобающе. То есть no judgment, ни в коем случае никакого осуждения, просто факт. И, конечно, люди настораживают моментами, потому что у меня, я уже сказала, камера в руках, я в платье. Это тоже привлекает лишнее внимание. Знаете, вот я себя реально чувствую максимально более комфортно и уверенно, когда я там в лосинах, в какой-то худи, вот с таким вот здесь вот пучком, в кроссовках, если в случае чего я могу побежать. Когда я такая вся в платье, тут у меня очки, тут у меня кофточка красиво завязана. Я чувствую себя немножко, типа, знаете, в случае чего я не буду знать, что мне держать. Кофту, не знаю, это платье, чтобы на нее подлетело, эти очки, эту сумку или эту камеру. Вот вы знаете, вот такие у меня мысли, короче. То есть это когда вот какие-то экстренные ситуации, мне хочется, чтобы я была максимально налегке, чтобы я, если что, там сразу, я не знаю, если все люди так путешествуют, как я, но я такая люблю, вы знаете, когда я знаю, где у меня что лежит, ничего лишнего, ничего у меня в руках нет, чтобы, если что, я могла всегда быть на очеку. Вот даже сейчас я сижу с вами общаясь, но почему-то у меня такое состояние, что, блин, вдруг ко мне что-то подойдет сзади. Я не знаю, все-таки непривычная для меня местность, наверное, из-за этого у меня такое не максимально спокойное, расслабленное состояние. Но, скажу вам честно, все самые сильные траблы, то есть какие-то там непонятные ситуации или там когда у меня что-то терялось или еще что-то, случались только в те моменты, когда я была на максимальном релаксе, какая-то, знаете, максимально расслабленная, в эйфории. И вот тогда у меня что-то могло потеряться, я там телефон один раз забыла в Австралии, потом прибежала, слава богу, это Австралия, и там я его нашла потом. Вот, когда я такая на очеку, да, это меньше, конечно, релакса, но зато я, слава богу, голову не потеряю нигде свою и в целостность охранности, дай бог, доберусь сегодня обратно. Так вот, пошлите тогда на станцию поезда нашего Ливорна, возьмем билетик за 2 евро и отправляемся наконец-таки все-таки уже в эту Пизу, и я сниму вот это видео-переход, когда я там в пижаме сначала в Стамбуль, а потом раз такая возле Пизанской башни. Поехали! Друзья, у меня сейчас такой типичный window shopping, я просто хожу по всем магазинам, потому что я вышла на самую главную вот эту вот улицу шопинга, напишу вам название здесь на экранчике, вот здесь очень классные магазины, и, конечно же, в Италии прям очень классно все покупать, все ваши любимые европейские бренды, они здесь, как говорится, по лучшим ценам, вот, и я сейчас просто хожу, прицениваю, смотрю, что могу себе взять, и иногда даже я могу фотографировать, если мне что-то понравилось, я могу сфоткать, вот, и потом уже, когда я сяду где-нибудь спокойненько буду сидеть, я определюсь, что конкретно я хочу, и уже пойду потом и возьму, вот, иногда я так делаю, чтобы без таких, вот, знаете, эмоциональных покупок, о которых я потом сожалею, но я все-таки иду сейчас, конечно же, к Пизе, у меня закончился мой мобильный интернет, я пользуюсь приложением Air Allo, которое просто как eSIM, вот, у меня закончился интернет, мне сейчас нужно будет где-то подключиться к Wi-Fi и докупить себе интернет. 4 евро я плачу, чтобы у меня был интернет в течение, там, нескольких дней. Как я говорила ранее, эта поездка и командировка произошли достаточно внезапно, я не была особо готова к этой поездке, но на самом деле уже давным-давно мечтала побывать именно в Пизе, так как добраться туда не совсем просто. Друзья, я думаю, что вы знаете и видите, как много я путешествую, и, конечно же, как у такого заядлого путешественника, как у стюардессы, у меня есть определенные лайфхаки, которыми я пользуюсь в путешествиях, и одним из них я хотела поделиться, а еще рассказать вам о своих любимых таких находках, которые у меня всегда со мной, вот, в такой косметичке. Кстати, эту косметичку я взяла в Праймер, это очень классный магазин, если вы меня смотрите из Европы, из Англии, то вы, скорее всего, знаете про этот магазин, там просто невероятное количество классных вещей, это платье у меня из Праймер, это сумочка у меня из Праймер, точнее, это не сумочка, это косметичка. Так вот, вот эти, знаете, такие косметички безразмерные, они супер тоже мега удобные, и у меня таких много, потому что в чемодан очень удобно в них все складывать. У меня здесь буква С, на самом деле это английская буква С, то есть мое имя в английском языке начинается с другой буквы, вот, с вот этой, собственно, здесь у меня на украшении она есть, английская буква С, но я увидела вот эту букву С, и у меня сразу в русском языке мое имя пишется как раз с вот этой буквы, и я взяла ее себе, потому что все же для меня вот эта моя буква ассоциативная. Так вот, хочу поделиться с вами, как я уже сказала, лайфхаком, а это лайфхак использования миниатюрок в путешествиях, а также, в принципе, если вы часто путешествуете, да, или внезапно можете куда-то полететь, в принципе, что я для себя поняла, то, что мне порой от каких-то брендов приобрести даже удобнее миниатюрку, нежели покупать большой объем. Например, что у меня здесь есть? Давайте я начну с каких-то уходовых таких штук, например, вот этот бренд Ordinary. Конечно же, большой объем будет дороже, да, в принципе, и по поводу того, выгодно ли это решать вам, ну, мне прям реально удобно. Во-первых, я могу попробовать продукт, да, распробовать его, понять, как он мне вообще подходит, не подходит, а второе, это то, что мне его никогда не выбросят в аэропорту, потому что у меня было куча ситуаций, когда хотели выбрасывать мои продукты, которые там я с собой перевозила. Все мои жидкости должны поместиться вот в этот пакет, но у меня их больше. Что мне теперь делать? Это я не могу выпить. Эта баночка стоит 30 евро. Что мне сейчас с ней делать? Чаще всего, к слову, я летаю ручной кладью, потому что я летаю как стюардесса в короткие командировки, и, конечно, компания не покупает мне чемодан с огромным багажом, да, билет точнее, покупает просто маленький багаж, то есть ручную кладь. Так вот, в ручную кладь можно брать только максимум 100 миллилитров с собой. Вот этот продукт мне, в принципе, очень нравится, я его использую. Потом, возможно, вы слышали про вот этот вот бразильский бренд, Sol Generia. У них просто невероятно какие-то ароматные разные штуки. У меня есть спрей для тела от них, но вот он как раз-таки 150 миллилитров, поэтому я его с собой не вожу. Это у них кондиционер, тоже я его вожу с собой, потому что мне не нравится кондиционер, который в отелях. Также у меня есть вот такой крем для рук безумно-безумного классного аромата, вот тоже от Sol Generia. Кстати, здесь идет, получается, 75 миллилитров, то есть тоже проходит по вот этим вот ограничениям самолетным. Здесь у меня идет гиалуроновая кислота для лица, тоже от бренда Glow Recipe, я брала в Sephora. Дальше у меня умывашка такая от Glow Recipe. На самом деле умывашка я пользуюсь от Clorines в последнее время, но у меня нет ее маленькой миниатюрки, поэтому в поездке я беру с собой вот эту. Дальше у меня огромное количество разных Lip Bound, то есть вот этих вот увлажняющих бальзамчиков для губ, потому что губы сохнут особенно в самолете. И что такое? Всегда хочется увлажнить губы. Кстати, сейчас это в тренде, то есть вот этот вот блестящий именно блеск на губах, такой мокрый влажный губы, это тренд. Раньше в какой-то период, мне кажется, мы вообще не красили вот эти вот блески, потому что это было как типа old style. Не, короче, не стильно. Тоже хороший бренд, была также в Safari, и тоже он идет в миниатюрке, здесь всего, не знаю, какой есть объем, 30, 10 мл. Также у меня есть масло для волос от Gizu, Gizu, надеюсь, я правильно произношу, 20 мл. И вот, кстати, даже говоря про вот этот бренд, достаточно дорогой бренд, ну, очень классный, он невероятно классно увлажняет и питает волосы, но не дешевый бренд, прям дорогой для масла, для волос, есть у них большой объем, есть вот такие маленькие объемчики. Я взяла себе маленький объем, прекрасно пользуюсь им в путешествиях, когда идут на какое-то интересное мероприятие или какую-то классную встречу, но регулярно я использую более бюджетное масло, у меня их тоже огромное количество. То есть вот этот я беру с собой именно в поездке, и он у меня в сумке, в принципе, в маленьком объеме, никому он не мешает. Я распробовала, да, я могу понять для себя, благодаря такому маленькому объему, могу распробовать и понять для себя, подходит ли мне этот продукт, в принципе, буду ли я себе еще покупать. Потом у меня вот такой крем для от Хейлз, вот такой крем у меня также, под глаза я его только наношу, у меня была жуткая аллергия от него, когда я наносила его на все лицо, поэтому сейчас наношу только под глаза, тоже здесь всего 30 мл, маленький такой объем, удобный. Также я брала вот такой шампунь в Гратис, это типичный турецкий такой магазин, типа Золотого яблока, только в Турции, вот я брала 50 мл, пользуюсь очень удобно. Потом у меня есть вот такой от Essence, Repair Oil, масло для восстановления кутикулы, у меня безумно сухая кутикула, я, в принципе, с этим живу всю свою жизнь, поэтому мне такое масло в поездках безумно спасает, и тоже здесь маленький объем, 8 мл. Дальше у меня есть вот такой крем от Rituals, он идет крем-пенка, его нужно вот так вот немножко взболтать, и потом пшик на руке, тут такая образовывается облачко, и он очень классно увлажняет, то есть здесь прям самые-самые мои любимые продукты в этой косметичке, которые меня реально спасают. Сейчас я в конце покажу вам парфюмы, потому что, конечно же, как вы уже догадались, парфюмы тоже я ношу с собой в миниатюрках, потому что сколько раз у меня чуть не выбросили мой парфюм, реально мне приходилось просто просить либо пилотов положить, чтобы они отправили мой парфюм к себе в чемодан, потому что парфюмы обычно большого объема, и, конечно же, ты берешь с собой всю бутылку, он тебе всегда нужен, а с моим лайфстайлом у меня, в принципе, парфюмы даже в карманах. Дальше у меня здесь вот такое тоже увлажняющее такое масло для губ от бренда NYX, очень классный, NYX, NYX или NYX, в общем, он прям такой сделан в баночке от меда, и он на самом деле такой медный, медный такой вкус у него, медовый, медовый вкус, и классно тоже очень увлажняет, как вы видите, я прям активно им пользуюсь, он уже, это уже заметно. Дальше у меня вот такая маленькая помада от Golden Rose, тоже брала в gratis в турецком, тоже миниатюрка, и теперь мы приступим к моим парфюмам. У меня есть вот такие две миниатюрки от Gucci, Gucci Flora я не брала большой объем, я только брала вот эти миниатюрки, у меня их 4 на самом деле, с собой в сумке 2, и вот этот вот Gucci Blum, ну супер удобно, я просто реально кладу в карман, у меня это всегда в кармане в пиджаке, когда я на рейсах, всегда в кармане в куртке, в платье, вот эти два аромата, и еще одна моя большая любовь, друзья, это, конечно же, бренд Boredo, я думаю, вы его знаете, вот видите, он у меня начинает уже потихонечку заканчиваться, но я его экономлю сейчас, и также мне очень понравился Fleur Narcotic, Fleur Narcotic, вот этот вот бренд, просто он реально настолько вкусный, сладкий, ароматный, что хочется его постоянно наносить, я не невероятное количество комплиментов получала по поводу вот этого Boredo, всем очень нравится, и пилоты мне говорили комплименты, и даже пассажиры, Mix Emotions называется, причем, знаете, вот эти два аромата я брала в Duty Free, там была такая коробка, 4 было вариаций, да, вот этого Gucci, и вот эти вот баночки менее экономные получается, и очень сильно расходуемые, потому что они без, вот этой вот без дозатора, да, то есть не распрыскиваются, именно нужно их капать, и они очень быстро, на самом деле, расходуются, что мне понравилось в альтернативе, которую я приобрела у Randevu, уже не впервые, я беру их миниатюрки, то, что здесь есть удобный вот этот вот дозатор, и очень удобно, тут нормальный объем на самом деле, я не знаю, сколько здесь точно, уже сейчас не помню, но его прям хватает, я прям обильно пользуюсь, вообще, в принципе, оба варианта очень удобные, еще также я заказывала у Randevu их бокс миниатюрок, когда там огромное количество разных парфюмов, с малюсенькими такими пузыречками, тоже безумно удобно, особенно для путешествий, для такого образа жизни, когда постоянно перемещаешься, в кармане всегда можно освежить аромат, и, конечно, это спасает, я очень люблю Randevu, мне безумно нравятся все их ассортименты ароматов, плюс намного удобнее заказывать в таком вот маленьком формате, когда моя подруга прилетала из Петербурга ко мне в гости, вот как раз таки она мне привезла миниатюрки из Randevu, и себе заказала, и мне заказала, и мы в безумном восторге, я 100% буду брать еще себе Бореда, другие ароматы буду пробовать, но для меня настолько удобен вот этот формат мини-версии парфюма, что я уже другой вариант, на самом деле, для себя даже не рассматриваю, потому что, как я уже сказала, постоянные путешествия, выбрасывать банки, это просто жесть, кстати, у Randevu сейчас скидка до 40% на аромабоксы, и до 45% на парфюмерию, плюс, друзья, от меня вы получаете промокод на скидку, минус 10% на любой парфюм, который начинается от 2500 рублей, так что, скорее спешите порадовать себя, оформляйте заказ, используйте промокод, такая классная скидка, я чаще всего покупаю весь товар в дьюти-фри, и никогда у меня никаких скидок особо, поэтому, когда есть классная скидка, это всегда очень круто, что ей можно воспользоваться, из рандеву я сама постоянно всегда себе заказываю, если у меня есть возможность, что кто-то летит, кто-то может перевезти, потому что я сейчас нахожусь в Стамбуле, ну, а вот такие вот мелочи, даже такая милая косметичка, все вот это маленькое, такое вкусненькое, оно безумно радует меня просто на работе, на рейсах, когда я устаю, вот элементарно, вот этот вот комплект, может сделать мой рейс, с ним чуточку лучше, если я буду без вот этих вот двух друзей, без парфюма любимого, который я буду сама получать удовольствие от того, что я так пахну, плюс окружающим будет приятно, и, конечно же, без любимого бальзама для губ, который увлажняет мои губы, ну, и, конечно же, крем для рук какой-нибудь, и вообще все, все прекрасно, рейс прошел хорошо, я счастлива, все счастливы, и все замечательно, так что скорее оформляйте заказ, и радуйте себя, радуйте своих близких, такой подарок безумно к каждому сможет подойти, я уверена, что любому, кому вы подарите подобный подарок, будет вам благодарен, и безумно рад, вот так выглядели коробочки от Gucci комплекта, как я уже сказала, это тоже такие миниатюрочки, здесь получается по 5 миллилитров объем, и еще аромат, про который я говорила, от бренда вот этого бразильского, классный аромат, все нравится, но все-таки это, как мне кажется, waste of money, то есть ненужная трата денег, потому что аромат вообще не держится, вот я им сейчас, его сейчас нанесу, буквально проходит полчаса, и все, ничего не остается, ни на теле, ни на коже, если мы говорим про парфюм, который по цене даже дешевле, чем вот эта вот водичка, ароматическая для тела, спрей, да, такой, то здесь, конечно, все держится, у меня вещи пахнут, даже после стирки в стиральной машинке, ну, и мне тоже рада, довольна, потому что, когда я наношу, чувствую какую-то свежесть, и, ну, самое обидное, что по цене он, правда, получается даже дороже, чем вот миниатюрка, например, классного парфюма, из рандеву, где можно ей пользоваться, и знать, что все будет пахнуть, будет невероятный шлейф от тебя, и, конечно, это оставляет еще более, такое классное впечатление, о тебе, как о человеке, в общественных местах, в окружении тебя, в окружении твоих друзей, я не знаю, везде, для меня парфюм играет огромную роль, в человеке, в моих клиентах, пассажирах, в тех, кто меня окружает, поэтому не пренебрегайте этим, особенно девушке, ну, в принципе, мужчинам это тоже безумно важно, когда от кого-то неприятно пахнет, или ты чувствуешь, что у человека вообще нет никакого аромата, какое-то сразу странное впечатление складывается, поэтому обязательно радуйте себя, и не забывайте оформлять заказы на сайте урандеву, используя мой промокод. Я сейчас в H&M, в Пизе, и это всем известный масс-маркет, магазин H&M, посмотрите на то, как он выглядит здесь, в Пизе. Кстати, вот такие вот окошечки в Италии, просто если вы увидите когда-нибудь вот такие окошки в Италии, на стене, вот так просто посреди стены, раньше из таких окошек выдавали вина, бокал вина, вот, здесь также икона, и на самом деле это уже какая-то сейчас кофейня здесь, сейчас покажу. А, здесь готовят какие-то bubble tea. На самом деле, помимо каких-то знаменитых масс-маркет-магазинов, здесь также есть местные итальянские различные какие-то прикольные бренды, они, кстати, вообще не дешевые, то есть, они качественные, классные, но не дешевые. Я зашла, посмотрела некоторые из, и еще я сейчас нахожусь в магазине, возле такого места интересного, студия, где могут сделать фото твоего зрачка. Видите? Заходишь в эту студию, делают фото твоего зрачка, и вот так можно сделать даже сувенир себе на память. Делают ее вот в таком вот аппарате. Цена 49 евро. Ну, а мы, друзья, идем с вами далее. Вот, например, какой-то подобный магазин, неизвестный для меня бренд, но я уверена, что это какое-то местное, какое-то производство. Давайте посмотрим. Ну, вот, собственно, цена тоже не дешевая, и произведено оно в Италии. Качество невероятное, конечно же. Ну, а я все еще по-прежнему иду в сторону башни. О, сейчас меня занесет сюда. Это моя любовь. Это мне надо всегда. Кстати, у меня сейчас вот эта Гуччи Флора, я ей пользуюсь, и вчера мне официантка в кафе сделала комплимент, сказала, что какой у вас вкусный парфюм, она еле-еле на итальянском объяснилась, но я ее поняла, и она попросила показать. Почему я вечно пищу на вот этих вот проходах? Hi! Вот, и она сделала мне комплимент, сказала, что у вас очень классный парфюм, я говорю спасибо большое, и показала ей фотографию парфюма своего. Прямо в центре города Пизы, вот в таком вот, похоже, как, знаете, как такой навес от собора, продают разные, разные коллекции пластинок. Ретро, винтажные какие-то, лимитированные. Некоторые очень дорогие, там по 100 евро даже были. Очень классный. Конечно, друзья, вы можете вообще, тут в изобилии джелата купаться в Италии, но я слышала очень хорошие отзывы про вот это заведение Гром. Но я не хочу, во-первых, я сейчас немножко себя, неважно, чувствую, мне кажется, из-за жары. Я просто хотела вам показать, как здесь прикольно сортируют мусор. Смотрите. Не знаю, почему, у меня такое, ой, как красиво он все это делает. Смотрите. Жарко очень, правда. Хотя еще не лето. В общем, интернет у меня закончился, я до сих пор не смогла себе пополнить новый, потому что нет Wi-Fi нигде практически. У меня сохранено вот в фейворит, то есть место, куда я хочу сходить, это фильтр кофе лаб. Вчера я видела, что там очень классное кофе, очень классные ланчи и так далее. И я сейчас просто, знаете, вот в офлайн карте стараюсь понять примерно, какой поворот мне нужен, чтобы добраться до вот этого фильтра кофе. Но я очень надеюсь, что меня карта не подводит, и я сейчас не буду идти полдня. По итогу никуда не приду. Чтобы вы понимали, друзья, до Пизанской башни я еще не добралась. Уже 2 часа дня. Все потому, что у меня сейчас перестал работать интернет, и я в принципе не знаю, где она. Но и мне что-то хочется, если пить кофе, то пить кофе вот в этом месте. На самом деле, здесь очень много красивых заведений, ну то есть прям практически возле каждого какая-то очередь, нереальные люди стоят в очереди, вот как, например, вот здесь. Но я хочу что-то особенное, поэтому решила, что я дойду. И, кстати, я не хочу есть, потому что я ела круассан, поэтому особо нигде ничего мне не нравится. Наверное, если бы я была бы голодная, я бы сейчас особо не выбирала бы. Ребята, что вы думаете? Я нашла это заведение. Оффлайн-карта меня не подвела, но оно закрыто. Все понятно с вами. Японский городовой. Главное, лампочки светятся. Полчаса сюда перлась. Что ж, пожалуй, я пойду куда-нибудь в другое место. Срочно мне нужно съесть пиццу, чтобы снять стресс. Друзья, чтобы найти Wi-Fi, мне пришлось зайти в ресторан, купить брускет. Я, на самом деле, не была голодная, но уже поем. И сейчас, наконец-таки, я подключилась к Wi-Fi и смогу взять себе интернет. В других заведениях везде не было просто интернета. То есть здесь достаточно редко можно в обычном каком-то кафе найти интернет. Я до нее дошла. Офигеть, как здесь красиво, друзья. Друзья, ну что, я добралась. Вот она, башенька стоит невредимая, не падает. Город оставил у меня очень приятное впечатление. На самом деле, несмотря на то, что Пизанская башня это архитектурная ошибка, складывается впечатление, что настолько классно смогли люди обыграть данную ошибку, что теперь именно благодаря факту необычного построения этой башни люди со всего мира слетаются просто для того, чтобы понаблюдать за данным явлением, ну и, конечно же, сделать фотографию на память. В общем, друзья, выглядит ситуация здесь очень смешно. Тут просто миллион людей, огромное-огромное количество людей, и все позируют с этой башней. Реально, вот как работает тренд. Все, это тренд сейчас, и все приезжают сделать вот эту типичную фотографию. И, знаете, я сделала тоже такую фотку, но чисто по приколу, потому что, ну, как бы, уже какая-то даже самоирония. Все люди просто толпятся, взрослые, молодые, дети. Я просто в шоке. Это прикольно наблюдать. Реально, как вот все-таки архитектурная такая ошибка, да, сделала такой бум для этого города. Мне кажется, что если бы не эта башня Бризанская, здесь не было бы столько туристов. Невероятно просто. Она и вправду очень криво выглядит, как вы видите. Кстати, ее поддерживают специальным грузом с левой стороны, чтобы она реально просто не упала. И были моменты, когда некоторые люди ее в рот себе засовывают. Кто-то просто стоит, скромненько фоткается. Короче, кого на что хватит. Вот тут какая-то бабушка из Китая. Ее пытаются держать, чтобы она не упала. Это очень смешно. Кто здесь что-то не делает? Я такие позы еще не видела в жизни. Кто-то ее пинает, кто-то ее засовывает в рот, кто-то ее наклоняет, кто-то ее целует. Это очень прикольно. Архитектура возле Бизанской башни тоже не менее красива. Смотрите на эти соборы здесь, но кажется, что на них особо никто внимания не обращает. у всех цель одна сделать фотографию с падающей башней. Друзья, у меня срочное включение. Я записала абсолютно бесплатный урок, в котором рассказала, как получить работу в авиации, а также в Дубае без каких-то определенных навыков, без образования определенного, с достаточно базовым уровнем английского языка. Первые четыре мифа о работе в Дубае, которые нам внушили, из-за которых большинство даже не позволяет себе подумать, что конкретно они могут получить работу мечты. Второе. Стратегия, которая за полугода приведет любого человека к работе в авиации с зарплатой от 3000 долларов. Третье. Портрет человека, которые такие компании, как Эмиридс, ищут во всем мире и хотят заполучить любой ценой. Четвертое. Секретная фишка, которая выделит вас среди всех остальных кандидатов на собеседование. Пятое. Пошаговый план, как попасть в лучшие авиакомпании мира или на другую высокоплачиваемую работу в Дубае. А еще приправлю эти пункты статистикой и примерами, чтобы вам было более понятно, как все это работает на практике. Отрывок самого урока, в котором вы узнаете все темы, работы в авиации и в Дубае. Я на самом деле получила огромное количество уже комментариев, благодарности ребят за то, что записала подобный урок и вижу, правда, что это полезно, это вам нужно было, поэтому, если у вас появляются мысли о том, как получить работу в Дубае, в авиации, просто посмотрите урок, который, напоминаю, абсолютно бесплатный и максимально будет полезен для вас. Я пришла на ужин в заведение возле моей квартиры, где я живу, и решила попробовать что-то новое для себя. Здесь у меня кальмары. И, походу, я это есть не смогу. У меня красно. Так, друзья, я уже вернулась, мои похождения закончились, показываю вам, что купила. Я купила вот такой вот комплект от Rituals. Здесь разные классные штуки. Дальше у меня здесь от Ordinary вот такая вот увлажняющая штучка. Можно ее на ночь и в течение дня наносить. От Rituals вот такой вот набор я взяла в подарок к подруге. У нее день рождения недавно было. Здесь идет, получается, гель для душа, масло для тела, крем для тела и свеча. Дальше я взяла себе черешеньку. Я очень люблю черешню. Это одна из самых моих любимых ягод. Здесь уже начался сезон. В Турции тоже сезон. Потихонечку начинается черешня. Буду пробовать сейчас. Она стоила 3 евро. 3,77 евро. От Rituals коробочка комплект стоил 37 евро. И вот этот орден кремушек 7 евро. Дальше конфетки домой подружкам. Вот такие вот с фисташкой. Такие вот слоечки с шоколадом. Тоже, не знаю, либо нам к чаю, либо если в гости к кому-то пойдем. Вот такие вот с капрезы. Здесь вот таких штучек набрала. В Турции я такие редко вижу. Хотя, может быть, они и продаются. Мама очень любит мои казинаки. Вот эти вот. Я ей взяла. И еще одной подружке взяла ароматические палочки в магазине. Удивила, что они здесь продавались. Взяла ей тоже. Она любит очень. И еще у меня есть тоже кое-что в холодильнике. Сейчас покажу вам, что. дальше. Во супермаркете я взяла такой чай и кучу разных сыров и все по одному евро. Один евро, евро, евро-рикотта, моцарелла, строчетелла, бурата. Все по одному евро набрала. Сейчас положу это все в холодильник и вопрос только, как не забыть это завтра в этом холодильнике долго. У меня есть идея положить туда кроссовок. Я такое видела у одной стюардессы, когда она пишет, типа, как не забыть свои документы в номере отеля. Лайфхак. Положите свои документы в сейф и в сейф также положите туфлю. Тогда вы точно не забудете свои документы в номере отеля. Я думаю, кроссовок положить в холодильник или это будет совсем мещинство какое-то. Наверное, я положу просто кроссовки возле холодильника. Надеюсь, что не забуду вот это все здесь. В общем, я нашла выход и положила свои кроссовки прямо под холодильник. Видите? То есть, когда я буду доставать кроссовки, по идее, я увижу, что в моем холодильнике лежит сыр. Друзья, я хочу вам показать, насколько здесь стрёмно в этом месте. Смотрите, вот так выглядит подъезд, но квартира сама по себе классная. Подъезд стрёмный, но в этом подъезде только эта квартира. Всего одна единственная квартира. Дверь достаточно хорошая, прочная. Вот так выглядит квартирка. Здесь кухня, здесь типа зал, диван. Кожаный, ненавижу кожаные диваны. Как можно вообще ими пользоваться? Они такие холодные, неприятные. Дальше здесь кровать. Простите за бардак, я здесь жила уже два дня. Здесь мой чемодан. Вот такие окошечки в итальянском стиле, которые выходят на основную улицу города Ливорна. Два таких окошка у меня здесь. И самое интересное это вот эта ванная комната, где душ, а потом туалет, чтобы попасть в туалет, нужно через душ пройти. Ну, как-то так. Уютненько зато стоила эта квартира на трое суток 170 евро. Ну, а я еще раз напоминаю, друзья, что у вас есть невероятная возможность получить абсолютно бесплатный урок о том, как получить работу в авиации и в Дубае без каких-то определенных навыков за буквально два месяца. Ссылку я оставила в описании к этому видео, переходите. И также хотелось сказать о том, что вы получите несколько бонусов после просмотра бесплатного урока. Ну, а мы, друзья, увидимся с вами в новых видео. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Пока-пока!